Добрый вечер! Это программа «После новостей». Меня зовут Виталий Поляков и сегодня поговорим о футболе. Футбольный клуб «Енисей» продолжает подготовку к новому сезону ФНЛ. Предыдущий сезон закончился положительно, хорошо. Наша команда 5-е место заняла в ФНЛ и дошла впервые до полуфинала Кубка России. Сегодня об этом поговорим с директором клуба, господином Иваховым. Алексей Евгеньевич, добрый день. Здравствуйте. Алексей Евгеньевич, на прошлой неделе вы заявили о том, что покидаете клуб. Да, совершенно верно. Вроде бы как раз команда на подъеме начала показывать результат. Вы три года работали. Первые два сезона, наверное, результаты были такие. 15-16 место. Сейчас 5-е. Почему вы уходите? Ну, вы знаете, действительно, когда я приходил в клуб, клуб был не в том состоянии, которое мы бы все болельщики, любители футбольного клуба «Енисей» хотели видеть. Поэтому тогда я не мог стоять в стороне и вернулся в клуб для того, чтобы сделать так, чтобы клуб прогрессировал, для того, чтобы клуб и команды показывал хороший футбол. Ну и для того, чтобы, конечно же, мы все гордились нашим футбольным клубом. Поэтому могу сказать, что, как мне кажется, я свою миссию выполнил в футбольном клубе. Я сейчас ухожу в хорошем плане с чувством выполненного долга. И верю, что дальше клуб будет также развиваться и показывать тот же интеллектуальный футбол, который всех удивил этой весной. И были и хорошие результаты, и классные матчи. И я считаю, главная заслуга футбольного клуба тем, что мы смогли вернуть наших болельщиков на стадион. А болельщик у нас ценитель, да, именно хорошей игры. Поэтому вот такие дела. Куда вы уходите? Вы знаете, я могу сказать, что я, когда уходил в «Енисей», мы с коллегами создали Академию спорта «Я чемпион». Это футбольная спортивная школа, где учатся, где их учат любить спорт. И я возвращаюсь обратно в Академию спорта «Я чемпион», в которой являюсь основателем. И буду развивать детско-юношеский футбол. И я вижу, что там нужно добавить, потому что футбол либо с детства, либо никогда. И очень важно правильно обучать тренеров, которые будут потом передавать свои знания юным чемпионам. Но все-таки довольно странно. Вы уходите из большого клуба, с историей, с болельщиками многотысячной армии, наверное, в свою школу. Все-таки здесь что-то неладное. Ну, вы знаете, как бы сказать, со стороны оно, может быть, кажется неладное. На самом деле, что, поверьте, это большая ответственность быть директором футбольного клуба. Потому что важно выполнять обязательства перед футболистами. Важно сложить все эти пазлы по созданию. У нас все-таки три команды. Большая ответственность перед болельщиками. Поэтому бывают такие этапы в жизни, когда ты понимаешь, что нужно что-то поменять. Поэтому я с большим уважением отношусь и к детскому тренерам, и к детскому спорту. Поэтому я вижу, что я там смогу сделать что-то еще. Будете полезен, да? Да, скажем так. Так, сезон действительно был классный. Да. И Енисей начал показывать игру атакующую, комбинационную. Да, и действительно, и болельщики пошли, и хорошая пресса была у нашего тренера Вадима Гаранина. Почему все-таки сохранить его не удалось? Потому что кажется, что важный человек был для будущего, для развития Енисей. Конечно, и знаете, мне очень приятно, что при тех возможностях, которые у нас были, мы смогли найти из той небольшой обоймы тренерского цеха, тренера, который подходил стилистически, который сумел бы и он сумел развивать наших футболистов. Потому что мой девиз – это всегда развитие футболистов, тренеров, специалистов. И мы нашли такого человека, он был малоизвестный широкому кругу специалистов, да? Ну, посмотрите, как прекрасно сработал тренерский штаб. Вот, и сейчас все говорят, вот, не удержали Гаранина. Но здесь нужно понимать, что человек фанат своего дела, у него есть мечта. И все-таки его пригласили во второй клуб Премьер-лиги Российской Федерации. Да, в Сочек официально. И здесь, конечно, нужно понимать, что нужно отпустить человека. Потому что это правильно, он принес пользу футбольному клубу «Енисей», мы ему благодарны, и мы уважаем его решение. Насильным мил не будешь, и крепостного права у нас нет. Да. Ну, вот новый тренер «Енисей» уже объявил о подписании Артема Горлова. По большому счету, он неизвестен, наверное, широкой публике. И, наверное, ну, были инсайды определенные, да, его называли в качестве претендента. Но все-таки 34 года тренер, у него не такой, наверное, большой опыт тренерский. Шесть лет он тренировал при Балтийской команде. И вот в том числе и самую старую в России команду, да, «Знамя труда», кажется, называется оно. Почему он? Вы знаете, мне уже сейчас некоторые футбольные специалисты говорят, что, Алексей Евгеньевич, в какой клуб следующий ваш тренер уйдет в премьер-лиге? Но если серьезно, то, конечно же, мы очень тщательно отнеслись к подбору главного тренера. Здесь важно понимать, что наши футболисты умеют играть в интеллектуальный футбол. Есть философия, вот, та, которая позволяет показывать вот этот высококомбинационный футбол, да. Поэтому мы подбирали тренера, которые смогли бы дальше этот путь, да, продолжить. Поэтому это специалист, который уже имеет опыт, вот, и специалист, который перспективен. И мы надеемся, что, исходя из наших возможностей, он, команда, также будет прогрессировать. Ну, назначение его еще странно тем, что вроде бы в команде не появился новый директор, и, наверное, было логично бы на откуп вот эту должность отдать ему, потому что ему устраивают команды, там, финансы и прочее, вы уходите. Но вы все-таки его назначили. Почему? Вы знаете, я могу сказать вам, что это же работа велась не вчера, да. И мы имеем аналитику, у нас есть спортивный директор, вот, и есть пункт кандидатов на эту важную должность, быть тренером, главным тренером, да. Поэтому все это позволило нам, как бы сказать, поставить того тренера, который, как мы думаем, даст такой же результат, как условно Гарань. Вот, при этом, вы знаете, в спорте все больше и больше сейчас принято, что и правильно, назначать специалистов, да. Поэтому у нас есть в клубе специалисты, которые видят перспективу именно в этом тренером, что дай бог, чтобы так и было. Поэтому, ну, в моем понимании, не важно, кто директор, важно подобрать профессионала, который будет давать результат. Пока мы не видим какого-то трансферного прорыва Енисея, пока, я так понимаю, из КамАЗа пришел к нам нападающий полузащитник. Кто будет еще? КамАЗа будет усиливаться? Футболисты будут, да. На сегодняшний момент мы имеем, ну, скажем так, три потери. Да, это Бивеев, Апарин и Зотов. Вот, но остальные ребята в команде играют не три человека, не десять, не одиннадцать. Обойма, двадцать пять-тридцать футболистов. И это обойма есть. При этом, конечно же, мы рассчитываем, что Валера Кичин продлит свой контракт. Предложения сделаны давно ему, да. Мы рассчитываем на то, что сейчас с помощью главного тренера, селекционного отдела, мы укрепимся, исходя из наших возможностей. И при этом нужно понимать, что мы рассчитываем на нашу молодежь. Потому что ребята показали отличный сезон, и пример Андрея Окладникова, за которым гоняется там полуфутбольная Россия, показывает, что можно, можно готовить российских футболистов и здесь, в Красноярске. И готовить так, что они потом забивают клубом премьер-лини. Вот, поэтому мы надеемся и на эту подпитку. Вот, трансферное окно длинное, большое, поэтому приобретения будут. Уже есть расписание, уже и на следующий сезон ФНЛ, да, мы с Волгой, кажется, сначала играем. Да, Ульяновской Волгой. Все ли готово сейчас к сезону? Я имею в виду там организатор, организация, я не знаю. По-моему, только директора не хватает, или как? Директор пока есть, но скоро будет другой. Дело в том, что, понимаете, уже в клубе все выстроено так, что вне зависимости от тех или иных звеньев система работает. И у нас три команды, и поверьте, у нас очень много матчей. Мы вообще единственный клуб, у кого три команды, ФНЛ, потому что у нас есть команда вторая, ФНЛ-2. И у нас есть команда женская, которая играет в Суперлиге, играет здорово. Впереди нас только топ-клубы. Зенит, ЦИСКА, Локомотив. Поэтому организация соревновательной действенности, она на хорошем уровне. У вас есть у клуба учредитель, да, Министерство спорта, насколько я понимаю. А какие министр вам ставил задачи вообще на сезон? Выполнили, не выполнили? Ну, глядя по тем отзывам, я думаю, мы выполнили все спортивные задачи. Единственное, что, конечно же, мы в двух гонках были. Да, мы участвовали, скажем так, в Формуле-1 футбольной, но их было две для нашей команды. И мы прошли в полуфинал Кубка России. И только «Спартак» нас смог остановить у себя дома. Вот, впоследствии они стали обладателями Кубка. Ну и, конечно же, мы бились за премьер-лигу и, скажем честно, делали все для того, чтобы... И ребята делали все для того, чтобы мы смогли заскочить в этот поезд под названием «Премьер-лига». Но в конце не хватило патронов, откровенно говоря. Пошли потери, травмы, удаления. Именно вот это с тяжелой логистикой, да, участие в двух турнирах. Маленечко нам не хватило сил. Давайте поговорим про деньги. Давайте. Красноярцы, вот они видят же Енисей, многие, по крайней мере, надеются и ждут, что клуб вернется в РПЛ. Но пока мы видим, что бюджет команды, сколько это сейчас? Сколько у вас в этом году денег? У нас 356 миллионов на три команды. Не самый большой, наверное, бюджет в ФНЛ, да, и по меркам РПЛ, так вообще копейки. Достаточно ли денег команде сейчас? Вы знаете, на самом деле, конечно же, когда ты предлагаешь футболистам те или иные условия, нужно учитывать, что мы находимся далеко от центра страны, да, и конкурировать с тем же Калининградом, у которого бюджет 500 миллионов на одну команду, да, или с торпеда. Это непросто. Поэтому мы в этой ситуации понимали, что мы должны создать платарм для того, чтобы футболисты здесь росли. Поэтому мы, конечно же, не имеем возможности подписывать дорогих футболистов или там иностранцев, да. Поэтому мы учитываем наши возможности, да, вот, и делаем так, чтобы для нас, для спортсмена раскрывали, чтобы им было комфортно, чтобы была семейственность, да. Все, что мы обещаем, мы все выполняем, вот. И тот персонал, который вокруг команды, да, это и тренер, и тренер по физподготовке, аналитик, и медицинская служба, все она позволяет здесь футболистам развиваться. Конечно же, мне бы хотелось, как футбольному человеку, чтобы возможностей у клуба было больше, вот, и внимания было больше, да, ну, скажем так, это перспектива, которая, наверное, в ближайшее время придет. Но это вопрос еще и про спонсоров. Как с ними дела? Вы знаете, я могу сказать, что мы в том году великолепно отработали с нашими уважаемыми партнерами, да, и мы привлекли около 100 миллионов рублей из небюджетных средств. Поверьте, это в тот еще пандемийный год, это очень непросто. Мы благодарны нашим партнерам, которые поверили в наш проект, которые были с нами, вот, и они нам благодарны, потому что действительно в этом году мы сделали прорыв, особенно в матчах Кубка России. Да. Вот, поэтому, как говорится, это тоже наша перспектива, которая позволит футболистам и клубу выйти на другой уровень. Совсем коротко, если вот про санкции, да, сейчас там Запад вводит санкции. У нас, я так понимаю, был спонсор технический Nike. У нас нет. А, ну, ну и что? Да, ну, мы продолжим сотрудничество с этой компанией? Нет, мы с ними не продолжим, просто есть определенные тендеры, по которым выбирается поставщик, в первую очередь. Ну, без бутс и мячей мы не останемся? Нет, мы не останемся, вот, в этом плане мы уже сейчас на завершающей стадии по заключению договора, с которым клуб будет сотрудничать. Алексей Евгеньевич, большое спасибо за это интервью. К сожалению, время у нас подошло к концу. Хочу вам от лица болельщиков передать большое спасибо за этот действительно классный сезон, за Рубин побежденный, за Локомотив. Чуть-чуть не хватило, наверное, со Спартаком, но все равно сезон был классный. Надеемся, что и впредь Енисей нас будет радовать и уже, может быть, и в следующем сезоне получится выйти в российскую премьер-лигу. Спасибо большое. А я, в свою очередь, хотел бы сказать большое спасибо нашим болельщикам, нашим футболистам и призываю верить в наших ребят, молодых, перспективных, опытных. Это наши ребята и они бьются изо всех сил за Красноярский Енисей. Спасибо большое. С нами был Алексей Ивахов, пока еще директор футбольного клуба Енисей. Субтитры подогнал «Симон»